Почему за тысячу лет католическая и православная церкви так и не воссоединились? Любая православная церковь есть Христова церковь. Общение Востока и Запада, оно будет восстановлено. Да. Да. То есть есть условия, при которых мы можем компромисс найти. Православие считает, что вся полнота власти в церкви принадлежит исключительно Христу. Это вы в 19 веке застряли. Нам и не требуется представитель Христа здесь на земле в лице епископа Рима. Папа Римский говорит от имени всей церкви. Есть римский епископ и есть католическая церковь. Нет такого учения. Фу. Мы продолжаем серию межконфессиональных встреч. И сегодня мы находимся в храме святого Людовика Французского и общаемся с католическим и православным священниками. Отец Антоний Борисов, отец Штефан Липки. Здравствуйте. Здравствуйте. Радуюсь с вами общаться. Один из нашей съемочной группы сказал, что ему в католическом храме комфортнее, чем в православном. А вам? Ой, мне здесь прямо очень комфортно. Это не значит, что в православном не комфортно, но все-таки здесь. Конечно, здесь я дома, поэтому, да, это так и всю жизнь будет, конечно. Но православных тоже очень нравится. Хотя этот храм принадлежит к католической церкви, я бы не сказал, что чувствую здесь какой-то дискомфорт. Дело в том, что храм святого Людовика, хотя корректнее, наверное, святого Луи, потому что это французский храм, католический, имеет долгую интересную историю. В советские годы он не закрывался. И если посмотреть на архитектурное устройство этого храма, то он представляет собой традиционную христианскую базилику. По принципу базилики построены многие православные храмы. Поэтому здесь никаких особенных. Никаких дискомфортных чувств я нищу. Обменялись любезностями. Отец Штефан, вы иезуит. Коротко, это что такое вообще? Иезуит – один из орденов католической церкви. У нас по всему миру 15 тысяч примерно. И у нас разные миссии. Действительно, к разным народам с миссиями. Школы есть у нас, университеты. Приходы, исповедь. Люди приходят на духовные упражнения, на идею молитвы в тишине. Это то, что мы предлагаем. И в том числе уже 30 лет, как работаем в России. Если можно, коротко, что такое католицизм? Как бы вы объяснили? Католицизм – это христианство, для которого принципиально важно, что мы считаем, что нам нужно быть вместе с Папой Римским, с епископом Рима. Вот такая наша позиция. Потом, внутри католичества очень много разных форм, очень много разных выражений. И это все может быть и хорошо, что есть, но все вместе с Папой Римским. Вот такая наша позиция. Отец Антоний, что такое православие, как бы вы объяснили? Ну, во-первых, не православие. Я бы уточнил православное христианство. Православное христианство, если попытаться резюмировать, кратко определить, что это такое, то получится, наверное, следующее. Это следование заветам Христа Спасителя и стремление сохранить в православном, верном, то есть ключе, учение Христа, переданное нам через апостолов. И тут надо сказать, что такой, если можно было бы сказать, завязки на конкретной личности, на конкретном служении, как вот в случае с католичеством на служении епископа Рима, в православном мире такой привязки не имеется. Вот я хочу, я сейчас буду перечислять те разногласия, которые мне известны между православной и католической церквами. Давайте попробуем обсудить, насколько они вообще актуальны сегодня. Ну, первое, вы уже об этом сказали, вся власть в католической церкви принадлежит Папе Римскому, который является векарием Иисуса Христа, а в православии власть принадлежит сообществу автокефальных, то есть самостоятельных церквей. Нет, нет, не вся власть принадлежит Папе Римскому. Хорошо, программа началась. И со своей стороны тоже нет. Потому что, теоретически, строго говоря, по законам Папа Римский может делать что угодно, но потом получается, конечно, если будет делать что угодно, и что попало, то никто за ним не пойдет, и все потеряется. То есть он имеет полномочия, но при этом обязан, конечно, соблюдать то, чему учит Иисус Христос, и то, чему учит церковь уже 2000 лет. Нынешний Папа Римский, Франциск, один раз сказал очень сознательно, «Я сын церкви». То есть он не отец церкви, а один из сынов церкви, да, у него есть полномочия. Но через эти полномочия выражается не он сам, а вот вся церковь. Так мы считаем. А вы тоже были не согласны с моим тезисом? Да, дело в том, что, к сожалению, между православной церковью и католической церковью существует определенного рода мифы, стереотипы. Вот ту фразу, которую вы сейчас произнесли про полноту власти римского папы в католицизме, она, наверное, имела бы место быть, если бы мы с вами жили в веке так в XI-XII, когда, например, папа Григорий VII Гильдебранд издал свое знаменитое произведение «Папский диктат», где там вот прямо написано о том, что вся полнота власти прилежит римскому папе. Сейчас не вся полнота власти. Сложный вопрос. Я думаю, что я, наверное, за отца Штефана отвечать бы не стал, но определенные шаги так называемой соборности католическая церковь, конечно же, в XX веке сделала. Но смотрите, православие все-таки в каком-то аспекте с католической церковью не согласно о папе римском. Что фигура папы римского является предметом? Камнем предкновения. Почему? Камнем предкновения, потому что здесь речь даже не о конкретной личности того или иного папы. Речь идет о том, что с точки зрения православного вероучения те вещи, которые написаны в катехизисе католической церкви, начиная с пункта 881, где описываются реальные полномочия римского папы в католической церкви. Так вот, православная церковь рассматривает эти утверждения в каком-то смысле, я сейчас не хочу, отец Штефан, вас обидеть ни в коем случае, но как некую узурпацию власти Христа в церкви. А православие какую альтернативу? Православие считает, что вся полнота власти в церкви принадлежит исключительно Христу. И эта власть не была делегирована в полной мере к какому-то конкретному лицу, занимающему ту или иную позицию в церковной структуре, ту или иную кафедру. Священное Писание дает нам вполне конкретный пример того, как власть Христова реализуется в церковном сообществе. Если мы с вами откроем, если не ошибаюсь, 15 главу книги Деяний, то мы с вами увидим описание так называемого апостольского собора, когда ближайшие ученики Христа, собравшись на собор, далее предъявили последующим поколениям христиан прецедент, пример того, как необходимо решать те или иные вопросы, решать их соборно, доверяя Богу, и при этом не ощущая себя гарантированными от совершения тех или иных ошибок. Что интересно, на том соборе апостол Петр, которого католическая церковь традиционно считает первым епископом Рима, не председательствовал. На апостольском соборе место председателя занимал епископ Иерусалимский Яков. А как католическая церковь смотрит на то, что сейчас отец Антоний сказал? Так же начиналась церковь, по большому счету, нет оснований, получается, для какого-то особого отношения к папе Римскому? С этим я не согласен, потому что все-таки и Евангелие, и Деяния святых апостолов свидетельствуют о том, что у Петра особая роль. Правда, не прямо на соборе, но обычно и в католичестве сейчас не бывает, чтобы на соборах римские папы председательствовали. Они присутствуют, и у них есть определенная роль, но председательствует другой из епископов. А все-таки даже на этом соборе апостольском шли тем путем, которым первым шел Петр. То есть в предыдущих главах написано, что именно Петр был тем, который показал, что уже можно крестить язычников, то есть тех, которые не из юдаизма, и при этом необязательно соблюдать все внешние правила юдаизма. Это именно тот путь, который первым открыл Петр, потом вслед за ним, и, можно сказать, более радикально, Павел, конечно, и потом Петр, это тоже правда, в послании к Галатам написано, что он впал в какое-то заблуждение, скажем так, да, это тоже так бывало, и римские папы много раз, и много в чем ошибаются, поступают не так до сих пор, но, тем не менее, тот, который указал путь, это был Петр, и мы так считаем в католической церкви, что все-таки Петр, то есть папа римский, его преемник, он показывает, куда идти дальше. Но, отец Антоний, мы же тоже почитаем Петра, мы тоже к нему относимся с уважением, и тоже, в общем, признавали епископов Рима, в принципе, насколько я знаю, до Большого Раскола, в принципе, признавали, как епископов, как там, это все наследство, наследственность это есть тоже. Почему в пользу единства и ради единства с христианами, с католиками, нельзя признать это и сказать, ну да, все хорошо, он первый, проблемы в этом, в общем, нет? Ну, видите, речь идет о первенстве. Первенстве мы используем и православная церковь, и католическая церковь используют для описания служения римского епископа по понятию первенства. Но при этом вкладывает разные совершенно значения в это понятие первенства. И впервые, наверное, вот недопонимание взаимное в отношении первенства возникло еще в V веке на IV Вселенском соборе, именуемом Халкидонским, когда святитель Лев Великий, епископ Рима, он православный, в веке святых, он находится в православных святцах, не согласился с решением Вселенского собора в отношении того, что епископ Константинополя вдруг приобрел в жизни Вселенской Церкви какие-то тоже особые полномочия. Так вот, оказалось, что условно греки и условно римляне, латиняне, говоря о первенстве, имели в виду разные вещи. Для святителя Льва первенство епископа Рима означало первенство реальное, в том смысле, что вокруг этого епископа собирается все пространство христианской Вселенной. Для Восточной Церкви это первенство было первенством по большому счету условным, в силу того, что Рим столица, епископ, глава христианской общины, столицы, имеет действительно особое положение, потому что все дороги ведут в Рим, в столицу стекаются представители разных поместных церквей, и это первенство по большому счету рассматривалось как некая координация и не более того. Здесь, понимаете, проблема на самом деле еще даже глубже находится, чем какая-то история или отсылки к Писанию. Речь по большому счету идет о том, что собой представляет церковь как таковая. Для католической церкви, я могу ошибаться, но отец Штефан, если что, меня поправит, вот этот образ, что есть церковь небесная, торжествующая, церковь земная, воинствующая, он к нам в православную традицию по большому счету пришел из церкви католической. И этот образ, он не характерен для рассуждений, например, апостола Павла, который говорит о церкви как о едином небесно-земном организме. для западной традиции, которая, начиная с Блаженного Августина, очень бережно стала относиться к тому, что вот как бы небесная благодать не была затемнена человеческими ошибками здесь на земле, вот начиная с этого времени стал говорить о том, что вот есть град небесный, абсолютный святой, а есть град земной. И вот там наверху всем управляет Христос, а здесь он оставил своего полноправного представителя в лице епископа Рима, обладающего всей полнотой власти, которая свойственна Христу. Из-за того, что в православном понимании церкви такого по большому счету разделения на небо и землю не существует, церковь, она едина в небесном и земном понимании, нам по большому счету и не требуется представитель Христа здесь на земле в лице епископа Рима. Тем не менее, это же такой административный вопрос. Может ли это быть, как вы сказали, камнем преткновения? Из-за этого миллионы людей не вместе, не могут вместе причащаться. Да, это несколько разное представление о том, что такое церковь. Мне кажется, это не принципиально, это не настолько серьезный вопрос, что мы были разделены. Или я ошибаюсь? Как мне кажется, все-таки ошибаетесь, потому что многие поколения православных богословов дискутируя с церковью католической указывали на то, что отъятие по большому счету вот этой возможности осуществлять управление православной церквью у собора, как изначальной библейской формы управления церковью и передачей этой власти римскому папе является вещью недопустимой, потому что по большому счету речь идет о замещении Христа. То есть собора значит нескольких епископов, а не одного. Да. Да. И собственно вот тут ведь речь идет не только об административной власти, еще и о власти учительной, потому что в 1870 году римско-католическая церковь приняла учение о папской безошибочности в тех случаях, когда папа выступает публично, говорит от лица всей церкви, он гарантирован от совершения вероучительных и нравоучительных ошибок в своих высказываниях. Во-первых, я не согласен с тем, что там что-то отнято у церкви и у соборной церкви, потому что все-таки сохранилась возможность собирать соборы, и так оно и было в 20 веке, всеобщий вселенский собор или синод собирается, это собрание поменьше, но тоже соборное вполне себе, и это до сих пор есть, и по факту папа римский управляет не просто сам, а управляет все-таки советуясь, но можно в каком-то смысле сказать, он управляет в соборе, я бы так сказал. во-вторых, раз эта возможность есть, это тоже тогда значит, что он не делает просто свое, он говорит от имени всей церкви, есть такие выражения тоже, такие внешние знаки в Риме, в соборе святого Петра, там написано, что папа Пи IX объявил догмат о том, что Мария была зачитана без первородного греха, и Пи XII, потом, это было в XIX веке, потом, в 1950 году, Пи XII, о том, что Мария взята на небо с душой и телом, и написано, это было сделано в присутствии епископов таких, 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 длинный такой список, чтобы подчеркнуть, он не просто так сам от себя это сделал, а все-таки вместе со всей церковью. То есть, ваш тезис в том, что он не единоличный, а все-таки эта соборность в каком-то отношении присутствует в католицизме. Да, однозначно. И плюс, конечно, тут я не хочу вас обидеть, но вот так мне кажется, что в православии тоже есть земная окончательная власть, или по крайней мере в истории очень часто так было, окончательная церковная власть на земле очень часто бывала у императора в Константинополе, у сультана потом, у императора в Санкт-Петербурге. Много раз тоже так получалось, потому что на земле все-таки в какой-то момент всегда будет так, какое-то решение оно будет, оно может быть и неидеальным. Соглашусь с тем, что в искаженном греху мире действительно, если говорить о формах управления внутри церкви, то церковь часто оказывается между двумя искушениями. С одной стороны, цезарь-папизм, с другой стороны, папа-цезаризм. Соблести золотую середину подчас очень сложно, но если говорить об опыте русской церкви, то на примере патриарха Никона или патриарха Филарета Романова, которые как раз вполне в таком западном духе пытались сконцентрировать в единых руках власть над церковью, то церковь в лице последующих поколений ответила на эти попытки вполне определенно, ни тот, ни другой, клик святых не причисленный, и этот опыт не рассматривается как опыт положительный. Отец Штефан сказал о том, что папа в каком-то смысле тоже управляет соборно, но есть целый список епископов, которые вместе с ним эти решения утверждают и принимают. Ну вот видите, я бы согласился с отцом Штефаном, если бы не изданный самой католической церкви катехизис, католической церкви, если опять же следовать этому тексту, то продолжая чтение, там это пункт 887, если не ошибаюсь, 888, где говорится о соотношении власти епископов и папы в католической церкви, то там, конечно, прямо говорится о том, что собор приобретает таковое значение только после утверждения папой, что если вся совокупность католических епископов говорит об одном папа, говорит о другом, то приоритет на стороне папы, самое главное, чего мы не находим в катехизисе католической церкви и в сборнике канонов, так это процедуры прекращения папских полномочий. Что есть в уставе православной церкви? У нас прямо написано о том, что если патриарх московский и вся Руси вдруг по какой-то причине перестает соответствовать нормам православной веры, духовности, нравственности, то архиерийский собор, то есть собор епископов, собравшись, если две трети голосов прозвучат за то, чтобы прекратить полномочия патриарха, то этот вопрос выносится на решение поместного собора, то есть с участием более низкого духовенства имелиан и поместный собор может прекратить. Патриарха можно не изложить, а папу нет. Можно последний вопрос о папе спрошу и пойдем дальше. Все-таки я наивен в том представлении о том, что этот вопрос что со стороны католиков, что со стороны православных не настолько принципиален, чтобы не быть единой церковью, потому что причащаться можно, причем здесь папа римский, молиться мы вместе можем, исповедь, активная христианская жизнь, проповедь Евангелия, она возможна вопреки вопросу о папе римском, ну главный он, ну не главный, да не важно. Важно, что мы можем быть христианами и можем вместе служить, молиться Богу. Это наивное представление со штрафом? На мой взгляд, не совсем, не совсем наивное. Я бы сказал так, или не только, я бы сказал так, это однозначная позиция католической церкви, что любая православная церковь в какой-то епархии, будь то там в Лондоне, будь то в Москве или где угодно, любая православная церковь есть христовая церковь. Так что, в принципе, члены христовой церкви могут притяжаться. Только здесь такой вопрос, это все-таки мы говорим, что эта церковь, та, третья, этот недостаток есть, что не хватает единства с Папой Римским. Вот такова наша позиция. Если я приду в католический храм, я могу причститься? Можно поговорить со священником. Если есть уверенность, что вы признаете и католическую церковь, то так бывает. Отец Штефан может в православном храме причститься? В данном, при данном положении дел нет, потому что между православной католической церкви нет так называемого евхаристического общения. Потому что евхаристическое общение, то есть совместное служение литургии при очищении святых христовых тайн с точки зрения православной церкви возможно только после достижения вероучительного единства. А Папа это часть вероучения? Естественно, конечно, да. Служение римского Папы в католической церкви догматизировано. Но я наивен в том, что это не столь существенно? Ну, понимаете, здесь ведь речь идет не просто об административной власти, о каких-то полномочиях, возможности распоряжаться в том числе недвижимостью, финансами. Речь не об этом. Речь идет о двух разных совершенно типах церковного самосознания. Для католической церкви собственно весь вопрос того, что есть католическая церковь, с моей точки зрения стороннего наблюдателя, сводится опять же к служению римского епископа. Есть римский епископ и есть соответственно и католическая церковь. С точки зрения православной церкви, условно говоря, есть ли патриарх Константинопольский, есть ли патриарх Александрийский, патриарх Московский, митрополит Варшавский, это не краеугольный камень существования церкви, это всего лишь некая форма по большому счету административного служения. Есть поместная церковь, существующая в данном месте, в административном смысле она управляется данным епископом совместно с клиром и мирянами, если вдруг что-то поменяется, ничего в православии не менее. Я об этом и говорю, но станет по-примски и наш тоже. Главное, это не принципиально. Хорошо, подобное может быть, но только в одном случае, если римский епископ согласится с тем, что он является ровно таким же предстоятелем церкви, как патриарх Александрийский, московский, митрополит Варшавский, митрополит Вашингтонский, главой просто по местной церкви. Но он с этим не согласен. Нет, конечно. Этим не согласен. Но, конечно, все-таки хочу еще одно добавить. Конечно, это не совсем так, что вопрос о католической церкви сводится к вопросу о папе римской. А мы сейчас продолжим. У нас есть еще несколько моментов. Просто, если можно, я добавлю. вот эта специфика церковного сознания становится выпуклой, ощущаемой, когда заканчивается земной путь очередного римского епископа. Римский папа умирает, объявляется период так называемого седа ваканта, то есть вакантного престола. И все, на что способна католическая церковь в этот период избрать нового папу. более коллегия собора епископов по большому счету ничего не может сделать. церковь не живет пока нет нового? Ну, не функционирует в полноценном смысле этого слова. А православное функционирует, если умирает патриарх? Конечно. Католическое тоже функционирует. Конференции епископов все-таки могут издавать допустим, в том числе вероучительские документы, когда папы римского нет. все равно ждут конклава. Не хватает папы римского. Маленькое уточнение и пойдем дальше. Все-таки даже если этот вопрос столь существенный, вопрос папы римского столь существенный для православных только потому, что это вопрос догматический. Если бы не был догматический, мы бы могли рассматривать воссоединение. Конечно. Для нас это очень... Символи веры у католиков сказано о том, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. А в православном символе веры сказано о том, что Дух Святой исходит только от Отца. Не совсем. И я тоже не соглашусь. Да что ж такое? Очень много католиков, которые молятся и говорят, которые от Отца исходят. То есть это католики византийского абрияда, в том числе очень многие из них в России. То есть это в латинском тексте. Это правда. В латинском тексте и его переводах на местные языки, на английский, немецкий и так далее. А вы как считаете? Ну, проблема так называемая филиокве. Да. Филиокве технически это латинское выражение, как раз обозначающее вот эту самую ставку филио от кве и от сына. Проблема филиокве сегодня является не столь животрепещущей, как это было когда-то, благодаря тому, что католическая церковь действительно сделала шаг навстречу православию в смысле урегулирования этого вопроса. В 1995 году, если не ошибаюсь, по указанию тогдашнего папы Иоанна Павла II был выпущен документ о греческой и латинской традициях исхождения Святого Духа. Примерно так название этого документа звучит. Где была предпринята попытка согласовать две точки зрения на то, что, собственно, собой представляет Бог Троица и какое место Святой Дух, Третье лицо Святой Троицы занимает по отношению к Отцу и Сыну. Надо сказать, что попытка католической церкви является, безусловно, достойной всяческой похвалы с моей точки зрения. С другой стороны, шаг был сделан, но, как мне кажется, все-таки не до конца. В чем проблема филиоква? она заключается в следующем. Тут прям несколько составляющих очевидных. Есть большая составляющая в лице Блаженного Августина, одного из самых авторитетных богословов Запада. Частное богословское мнение Блаженного Августина в отношении того, что представляет собой бытие Духа Святого, в какой-то момент приобрело политическое значение. Прямо можно об этом сказать. Что вы имеете в виду? В лице императора Священной Римской империи, будущей Священной Римской империи, империи Каролингов, Карла Великого. Карл Великий в начале IX века, собрав Ахенский собор в 809 году, использовал авторитет Блаженного Августина с следующей целью. У него не получилось организовать династический брак с византийским двором. И Карл Великий предпринял следующую операцию. Тут надо понимать, какова была логика мышления. империя. Мы привыкли к тому, что империй может быть много. Российская империя, Австро-Венгерская империя, Французская империя, они могут сосуществовать. Для первого тысячелетия империя могла быть только одна. И залогом истинности империи было право верия. И Карл Великий на Ахенском соборе, взяв творение Блаженного Августина, сказал, Августин, что Дух Святой исходит не только от отца, но и от сына. А греки так не веруют. Поэтому империя истинная у нас, а не у них. Затем этот вопрос стал к нам преликновение в XI веке, когда произошел так называемый Великий Раскол. И тогда уже кардинал Гумберт, приехавший в Константинополь, для... Сначала был план подписания военного союза между Римом и Константинополем. А потом Гумберт, увидев, что не получается этого союза, собственно, написал грамоту об отлучении Константинопольского патриарха Михаила Керулария с единомысленными ему, и среди пунктов обвинения он сказал, что они не веруют в то, что Дух Святой исходит не только от отца, но и от сына. Если продолжать историю этого вопроса, то... Но это разные взгляды Востока и Запада на все-таки на исхождение Святого Духа. Да. И они действительно разные. Это не иллюзия, так? Я думаю, они не совсем разные. Тогда казалось, долго казалось, что они совсем разные. Но, допустим, уже в 18 веке Папа Бенедикт 14, он так говорил, но в то время греки обязаны верить, что Дух Святой исходит от отца и сына, но они не обязаны это говорить в символе веры. То есть, потому что он уже видел, что разница не такая большая, тем более основной принцип очевиден, что мы точно не знаем, как оно устроено внутри Бога. Но я много раз слышал, что это учение Филиоквое о том, от кого все-таки исходит Святой Дух. Его используют как аргумент и говорят, вот посмотрите, католики, они искажают истину, они именно заблуждаются и нас хотят в это заблуждение ввести тоже. Восточный символ веры можно принять с формулировкой восточной? Это настолько важный вопрос, чтобы нас разделять? Нет, это не настолько важный вопрос. Я слышал, что некоторые православные требуют признать, что филеоквое это ерес. Конечно, на это католическая церковь не может пойти, это однозначно. И по разным причинам, одна причина, что я уверен, что это не есть ерес. Это разные взгляды, а вот в том-то все дело, что здесь на земле все должно быть однозначно. Допустим, я сын моего отца и моей матери. И это можно доказать с помощью генетики и тому подобное. внутри Бога что значит исходит от отца и сына, только от отца, потому что если отец и Библия это однозначно сказано, отец ничего не делает без сына, то что значит только от отца. Я думаю, сказать в символе веры Дух Святой исходит только от отца, это было бы тоже ерес с точки зрения православной. Дух Святой исходит только от отца. Так не говорят и не думают. это будет ересью. Вот привел отец Штефан аргумент из Священного Писания, что ничего без сына не делается. Дух Святой исходит от отца и сына. Почему нельзя эту формулировку принять? Смотрите, здесь на самом деле мы имеем дело с поверхностью проблемы. Опять нужно заглянуть чуть глубже и речь опять пойдет о сосуществовании небесного и земного в жизни церкви. Вот здесь в обсиде этого храма замечательная фреска изображения преображения. Так вот, с точки зрения православной церкви, то сияние, которое исходит от Христа, это сияние нетварное, несотворенное. С точки зрения католической церкви, это атмосферное явление, специально созданное Богом чудо. для данного нет такого учения. Ну, тем не менее, учение о сотворенной благодати в католической церкви, оно есть, и у ряда авторов, довольно в третий этнох я его встречал. Так вот, с точки зрения православной церкви, когда речь идет о проявлении Божием в нашем мире, то речь идет о проявлении всей Троицы. Отец через Сына Духом Святым действует в нашем мире. Если мы обратимся к творению Блаженного Августина, то мы с вами увидим несколько иную логику. Отец и Сын любят друг друга взаимной любовью. Эта любовь есть Дух Святой, она заливается в мир, и по большому счету в рамках данной логики Святой Дух теряет значение в качестве полноценной ипостаси, лица Святой Троицы, становится инструментом, которым Отец и Сын действуют в нашем мире. Вот в чем собственно разница этих двух подходов. Во всяком случае, она прямо ощущалась как минимум до середины XX века, когда католическая церковь стала более внимательно относиться к так называемому паломитскому богословию, то есть творениям Святого Григория Паломы. Папа не римский, а мой. Мы с ним дискутировали перед этой встречей. Он, в частности, сказал, например, что напомнил о том, что вот этот символ веры не кейский, в котором формулировка от отца исходится, он же был клятвами утвержден, то есть окончательно, что ни строчки, ничего, никакой формулировки нельзя менять дальше, а католики как бы поменяли. Да, в 431 году на Третьем Вселенском соборе. То есть католики нарушили то, о чем уже договорились? Нет, нет, по двум причинам. Во-первых, потому что мы так точно и не знаем, какой был, или как мы знаем, что тогда был этот текст утвержден, но какой текст был утвержден в Константинополе в 381 году, мы как бы и не до конца знаем. То есть нет актов, нет протоколов Второго Вселенского собора в Константинополе в 381 году. Нет есть письмо о том, что, мол, вот такой символ веры был принят и он принят. Есть, например, такая разница, что в латинском говорится, кто такой Иисус Христос, он Бог от Бога, свет от света, Бог истины от Бога истинного. А вот в греческом тексте он свет от света и Бог истины от Бога истинного. То есть тут понятно, что никакой существенной разницы нет, но в тексте все-таки есть разница. И тогда вопрос, что значит именно решение 431 года. По-нашему оно означает, что смысл нельзя менять. Смысл нельзя менять. ровно такая собственно логика, она изложена в документе 1995 года, который с одной стороны сделал шаг в решении вопроса, связанного с Филиоквой. С другой стороны, о котором я говорил, документ Папского Совета по содействию христианскому единству о греческо-латинской традиции и схождении Святого Духа. Но этот шаг был сделан не до конца. Я знаю, что католическая церковь подчас довольно дипломатично поступает в этом вопросе, когда на богослужении вместо никео-константинопольского символа веры используют так называемый апостольский. Более сокращенный в V веке, насколько я помню, составленный в Западной Церкви символ, где места для филиоквы по большому счету нет. Нет, это римский символ веры III века. То есть, он для крещения, изначально не для евхаристии, для крещения. И когда собственно проходят так называемые экуменические литургии, когда римский папа и патриарх константинопольский частично служат друг с другом, то со стороны католической церкви читаются символы веры без вставки филиоква. То есть, есть условия, при которых мы можем все-таки здесь компромисс найти. Это не очень существенное разграничение. Да, если католическая церковь согласится с тем, что наряду с Богом Троицей существует еще и благодать Божия, которую говорит святитель Григорий Палама, благодать Божия, которую мы здесь в мире чувствуем. И в этой благодати собственно мы чувствуем присутствие всей полноты Святой Троицы, а не только Святого Духа, как инструмента, которым Отец и Сын действуют в нашем мире. Но с этим вообще нет никаких проблем, потому что понятие Августина, оно и не является учением церкви в этом смысле. Но например, есть богослов иезуит 20 века Карл Ранар, который говорит о том, что действие Троицы внутри, или существование Троицы внутри себя, и действие истории здесь на земле, это одно и то же. то есть это не разные вещи, вся Троица действует. Существенный шаг в взаимном понимании сделан. Еще одно разногласие. Католики считают, что Дева Мария не коснулся первородный грех. Есть даже догмат о непорочном зачатии Девы Марии. А в православии считается, что Богородица была рождена с первородным грехом, как и все люди. Так? Да. То есть, вы согласны, что здесь есть разногласие и оно существенное? Что есть разногласие, да? Насколько оно существенное, трудно сказать. Потому что и в православии, и все восточные церкви, Коптская и так далее, они признают, конечно, что Мария пресвятая, то есть, но, например, никакой православный бы не сказал, что Мария тогда, тогда, тогда согрешила. Я не думаю, что найдем такого православного. Да, пресвятая дева безгрешна. Но безгрешна в смысле личном, а не природном. Что это значит? Да, это означает следующее, что, ну, тут опять надо чуть глубже, уж простите, зайти. Вот смотрите, состояние Адама и Евы в раю, в райском саду, до того, как они подались искушению, пошли против Бога, с точки зрения православной церкви, это состояние естественное. Это то, каким должен быть человек, святым, естественное. С точки зрения католической церкви, это состояние сверхъестественное. То есть, это вот человеческое естество, плюс какая-то как бы оболочка благодати. Но это вы в 19 веке застряли, извините. Ну, во всяком случае, Владимир Николаевич Лоский об этом в середине 20 века писал, так называемые сверхъестественности и естественности. Когда мы говорим о подвиге Богоматери и, собственно, о событии ее зачатия, мы, православная церковь, утверждают следующее, что Пресвятая Дева, безусловно, была Богом избрана для особого подвига, для того, чтобы привести в наш мир Христа, Спасителя, Сына Божьего, Бога, принявшего человеческое естество. Но при этом мы говорим о том, что словами, вот как об этом говорит святитель Афанасий Великий, что не воспринято, то неуврачевано. В Христе мы получаем исцеление нашей природы. Которая грешная у всех по определению. Да, но эта греховность, эта греховность в лице Девы Марии не есть греховность, ну вот, что я там блужу, ворую, граблю. То есть, Дева Мария не сделала греха. Не сделала греха. Но родилась греховной природой. Но она родилась с природой, которая была на тот момент отделена от полноценного общения с Богом. Потому что полноценное общение с Богом человечество эту возможность получило только в лице Христа. Ну, этот взгляд существует, но католикам он не близок, правильно? Как сказать, мы тоже говорим, что благодать, которая есть у Марии и безгрешность, что она, что это происходит благодаря Христу, но заранее. То есть, она в том-то и дело, что она заранее спасена. Вот, насколько я знаю, вот, во всяком случае, как мне помнится, даже Фому Аквинского, известного, столпа католического богословия, вот эта формулировка, которая еще тогда не выкристаллизовалась, она только в середине XIX века появилась, но точка зрения о том, что Дева Мария в силу предстоящих искупительных заслуг своего сына заранее получила искупительную благодать, эта формулировка представлялась довольно искусственной. Ну, что, собственно, мешало Богу, если один человек до того, как искупительная жертва была совершена, получил плоды этой жертвы, что мешало Богу перенести плоды этой жертвы во времени, ну, там, не на 30 лет назад, условно, меньше даже, а на несколько веков назад. Потому что для Бога что один день, как тысячи лет, что тысячи лет, как один день. Почему в католических храмах сидят, а в православных стоят на службе? В православных тоже сидят. Сидят. В Греции, даже в России не сходят. Конечно. Я стою в храме. Я ошибся? Ну, слушайте, это национальный компонент не более того. Национальная особенность, культурная особенность. Тут же надо понимать, что вот эти сидения, которые есть в католическом храме, это же символ особого достоинства. Сидеть в присутствии царя, мира, Бога. А мы стоим в присутствии. А мы стоим в присутствии Бога, исходя из других побуждений. Да? Выражение своего благочестия. При этом никто не мешает православному христианину присесть в храме. Кроме некоторых старушек, которые очень недовольны этим. Иногда. Подчас. Почему у католиков исповедь происходит в специальных таких кабинках, а у православных на виду у всех в храме? Кажется, это чисто технические. У меня любопытно. Но у нас так очень важно, чтобы была стенка, которая создает какую-то защищенность, можно сказать. И ящик, в кавычках, он чуть больше, наверное, гарантирует тайну. С технической точки зрения. Если вы приедете в Московскую духовную академию, зайдете в наш Покровский академический храм, вы обнаружите справа, заходите, справа увидите помещение, будет табличка написана «Исповедание». То есть, на самом деле, в православных храмах некоторых тоже существует, у греков, это, кстати, распространено, существует отдельное помещение, где совершается исповедь. Почему у католиков была так называемая святая инквизиция, в процессе которой сжигали людей, в том числе, еретиков, и пытали, а у православных не было? Или было тоже? Похоже было, конечно, в православии, особенно, когда речь шла о старой вере, конечно, но это была не инквизиция, конечно. В католичестве была такая структура в связи с тем, что возникли ерези, в 12 веке особенно, что было ощущение, что нужно тут прямо основательно решать эти вопросы. Тут есть, конечно, одно, что в те времена не могли представить многоконфессиональное общество, то есть это отчасти или во многом политический вопрос. Одно общество, одно государство, одна церковь. Вы этот ответ разделяете? Ну, во-первых, хочу сказать, что не была как бы конгрегация доктринной веры, насколько я понимаю, это преемница священной инквизиции. в католической церкви продолжает существовать это. Ну, еще раз, это употребляют католической церкви, а значит, христианской церкви, как упрек. Вот, сжигали людей, посмотрите, что вы творили. Почему такое, в принципе, христианство вообще возможно? В православии. В православии тоже такое было, или нет? Ну, слушайте, ну, было, конечно, преследование староверов, безусловно. Церковь инициировала эти преследования? Тут надо, понимаете, поставить себе на место, это вообще большая такая ошибка, брать привычные нам понятия и переносить их, как бы, вот туда, в те эпохи. Вот, Затя Штефан действительно очень верно сказал, что до середины 17 века, а можно прям четко указать дату, 1648 год, подписание Висфальского мирного договора, которым закончилась 30-летняя война, последняя в истории христианства в широком смысле война по религиозным причинам. Вот. На тот момент католики и протестанты смирились с тем, что они сосуществуют. До этого момента такого смирения, что, значит, наряду с одной церковью может существовать другое сообщество, которое называется себя тоже церковью, такого просто не могло быть. И люди были действительно готовы в том числе и убивать друг друга, исходя из представления о том, что надо это инакомыслие упразднить. Почему? Потому что это инакомыслие не угодно Богу. Ну, восточной церкви тоже упраздняли инакомыслие путем сжигания пыток и так далее? Ну, вот такого институционального, так сказать, вот, да. Такой структуры, конечно, не существовало, но бывало всякое разное. И, опять же, это, безусловно, печальная страница в истории, в том числе и православной церкви. Но тут, опять же, нужно понимать, что, понимаете, вот вы можете себе представить ситуацию, вот приезжайте на какой-нибудь несуществующий черкизовский рынок, например, приходите, а там драка. Драка, вы выясняете, а почему драка? А дерутся из-за того, что одни говорят, что вы христи одна природа, а другие говорят, что вы христи две природы. Можешь себе такое представить? Нет. А вот тогда это было реалиями того общества. Это был вопрос, действительно, жизни и смерти. Ну, то есть, не религиозный, а просто нравов того времени, да? И нравов, безусловно, и религиозный в том смысле, что, ну, смотрите, вопрос инакомыслия, вопрос их веры означал, что вот человек верит неправильно, это означает, что он не попадет в Царство Небесное. И необходимо его вернуть в правомыслие. И есть, условно говоря, простые верующие, которые думают неправильно, а есть, так сказать, лидеры неправомыслия. И, соответственно, вот есть те, кто готов, так сказать, вернуться к правомыслию, а есть те, кто упирается в этих своих суждениях. И, соответственно, нет, вроде как, никакого выхода, кроме как применить в том числе и физическое воздействие. Я не скажу, что это опыт такой исключительно положительный и правильный, но это опыт, который был свойственен людям той эпохи и с тем мышлением. Мне кажется, он отразился на имидже христианской церкви на столетия вперед, как вот вы лицемеры, ребят, вы говорите про Христа, любовь, всепрощение и прочее, посмотрите, что у вас происходило в истории. Поэтому в каком-то смысле христианам, что нам нужно извиняться до конца, правильно до конца света за эти страницы? Нужно, по крайней мере, осознать, что это произошло. Папа Иоанн Павел II к 2000 году именно так и сделал. Там была такая молитва именно о том, чтобы Господь простил те грехи, которые были, и там в том числе грехи против жизни, достоинства человека и свободы совести. Это и есть именно гонение по религиозным признакам. Он признал, что так нельзя было поступать, и это было верным шагом. Да, при этом, конечно, нужно посмотреть, как люди рассуждали тогда, в 13 веке, в 5 веке тоже. Да, и, конечно, нельзя вянуться и нельзя сказать, мол, те были дураками, мы наконец-то все поняли. Так тоже не бывает. Но мы наконец-то все поняли. Но если говорить вот о старобрядцах, отношениях православной церкви со старобрядческой церквью, то тут, конечно, нынешний святейший патриарх Кирилл, еще будучи председателем отдела внешних церковных связей, многое сделал и делает для того, чтобы вот эта боль русской истории она была преодолена, чтобы был преодолен этот самый раскол между православными и старобрядцами. В том числе за счет признаний ошибок и покаяния. Покаяния? Конечно. Церковь кается. Ну, церковь, понимаете, за свое поведение. Ну, синодальное время это время, в общем-то, не сказать, что время абсолютной свободы православной церкви в России. Почему католическая церковь возглавляла крестовые походы, а православные нет? Или, опять же, это не так? Возглавляла, инициировала, я бы сказал. Ну, да, но даже инициировала не всегда католическая церковь, насколько я знаю, иногда и светская церковь. Ну да, потом князья, какие-то короли, да. С чем связано? Ну, это началось-то очень скромно. Первая идея была, что нужна защита для паломников на Святую Землю. И, да, вот этот понятный, ну, как сказать, гнев, что ли, потому что на самом деле в Иерусалиме или на Святой Земле вообще начали сжигать храмы. То есть главные святыни христианства, и что тогда в XI веке было ощущение, нужно что-то сделать. Это можно понять. Опять же... Но это тоже признано ошибкой как реквизиция? Да, конечно, конечно. Потому что одно, конечно, защита там святынь, и в том числе, может быть, там военная угроза, ну, скажем так, отправили бы оруженосца в Среднеземное море, так бы сейчас, может быть, сделали, да. А в те времена, конечно, так, ну, не только технически, но и вообще, так невозможно было, потому что очень быстро все могло перерастить во что-то. И так было во время крестовых походов. Допустим, погромы на евреев Германии, Восточной Европы, Юго-Восточной Европы, скажем так, потом нападение на Константинополь в 1224 году, да, то есть, это происходило именно от того, что, ну, и отчасти от того, что нельзя было так просто связаться с центральной властью, и там на месте уже стали властвовать по-своему. православные некоторые, может быть, не зная реальной ситуации, они так с облегчением вздыхают и говорят, фу, ну, это вот у католиков, это история, это инквизиция, эти крестовые походы, мы, слава богу, сама церковь, значит, не заморались в этом. Вы как смотрите на такую точку зрения? Ну, крестовые походы это действительно такая вещь, которая представляет собой, ну, отчасти взаимную бой до Востока и Запада, вот отец Штефан упомянул захват Константинополя в рамках четвертого крестового похода в 1204 году, там действительно можно было бы говорить, что это была инициатива вождей непосредственно руководителя крестового похода на месте, если бы не реакция последующая папы Иннокентия III, который сначала осудил этот захват, а потом назначил латинского патриарха в Константинополе. Ну, это можно там, как бы, все это представить в категориях взаимной неприязни греков и римлян, но там вот северные крестовые походы это, конечно, уже боль, адресованная непосредственно русскому православию, потому что вот в этом году 800 лет Александру Невскому мы празднуем, да, все вспоминают сражение на Чуском озере, это же, собственно, один из эпизодов северных крестовых походов, когда православные славяне были приравнены к католической церкви, на тот момент, к мусульманам, иудеям, тем народам, которых необходимо просветить светом крестового истины. Ну, все-таки, вы вот этого православного человека, который так рассуждает, что, мол, ну, это все у католиков, мы не замарались в крае, вы как-то поправите? Говорить о таких глобальных военных операциях по религиозным причинам, как крестовые походы, по большому счету, в отношении православной церкви нельзя, да, были опыты, там, императора Ираклия, военные операции, там, против мусульман, но это все не имело такого глобального значения, и, по большому счету, там, религиозная подоплека, она была значительной, ну, ее практически не было, это были политические операции. То есть, вот этот православный парень, им прав условно, условный рассуждающий? Я бы, знаете, только здесь бы поостерег этого православного парня в самопревозношении, потому что, вот, апостол Павел замечательные слова пишет в своем послании к Коринфянам, кто стоит, боясь того, чтобы не упасть. Почему священникам в католической церкви нельзя жениться, а в православной можно? В католической церкви можно священникам жениться, греко-католическим священникам. Да, так называемый византийскому. Да, византийскому. А почему в западном нельзя? В западном нельзя, потому что, да, существует традиция безбрачия, это тоже не всегда так. Есть женатые священники и на западе, то есть, это такие индивидуальные тогда ситуации, кто-то был лютеранским пастором или англиканским священником, стал католическим и мог тогда, но был уже женат и остался женатым. так бывает. Некоторые думают, что с богословской точки зрения это действительно так, с богословской точки зрения можно бы и вообще отменить общий закон целибата. Нет такого прямого богословского запрета. Католическая церковь все-таки сохраняет этот принцип, потому что хочет, чтобы священник был еще более, скажем так, доступен для служения и считает, что может быть, если он женат, то, Святой Павел говорит, то у него будут обязанности разного типа к семье и в церкви, и как это совместить. Ну вам, если можно, простите, как священнику, вы более доступны для служения, потому что вы не женаты? Лично трудно сказать. Думаю, что все-таки, ну, как сказать, если бы сейчас я круглосуточно доступен, если бы я был женат, то, может быть, шел бы и нужным, но, извините, сейчас не нужно, трудно сказать, нужно будет посмотреть на конкретную жену, конечно, которую нет, поэтому, ну, так скажем, по идее я должен быть совсем доступен. Говорят о том, что, опять же, в СМИ обсуждают и вообще традиционно, я думаю, что именно вот этот целебат священников в католической церкви является причиной того, что много всякого разврата и педофилии в том числе проявляется в католицизме. Вам, как кажется, это вообще какой-то важный вопрос? Женат священник, не женат? Ну, вы знаете, в православной церкви есть духовенство женатое, к которому отношусь я, есть духовенство монашествующее, есть и духовенство немалочисленное, но духовенство целебатное. То есть, это одинокие священники, не живущие с семьей, у них нет семьи, но они при этом и не приносили монашеских обетов. Вот покойный отец сел, Чаплин, например, был таким священником. Тут, понимаете, есть определенная разница, опять же, в исторической логике. Тут вспоминается, насколько я помню, слова папы Григория VII Гильдебранда, не может быть у священника иной семьи, кроме церкви. священник в католицизме совершает таинство, выступает как вот в латинском выражении имперсона крести, от лица Христова. Он символизирует своего Христа. Христос не нуждался в брачном общении, священник в католицизме, выступающий, служащий от лица Христова, не нуждается тоже в идеале. В православной традиции отношение к священству оно иное. Священник совершает богослужение не сам, а вместе со своей общиной. Он предстоятель общины, во-первых, а во-вторых, наличие семьи у священника в каком смысле роднит его с его прихожанами, что в лице семьи священника люди могут видеть пример того, как должна созидаться христианская семья в идеале. А вы доступны? У вас нет такого, что не, 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 я сейчас там не могу, семья. Конечно, я не доступен 24 часа в сутки. Понятное дело, что я должен уделять внимание супруге, детям каким-то своим домашним обязанностям. Но если говорить о расставлении приоритетов, то, конечно, семья священника, она в каком-то смысле семья не очень счастливая, потому что приоритет всегда он на стороне церковной службы, а не решение того или иного семейного вопроса. Однополые люди имеют право быть семьей, они дети Божьи и имеют право на семью, сказал Папа Римский в документальном фильме «Франциск». Вы согласны с Папой? Имеют право на семью? Они имеют право, что он сказал? Быть в семье. И что он имел в виду? Что они имеют право, чтобы их не выгнали из той семьи, в которой выросли, скажем так, или, ну, если там живут в духовной семье, скажем так, то есть там они имеют право быть. Он совсем не имел в виду, что они имеют право создать семью через однополый брак. Он говорил о светском браке. То есть, грубо говоря, католики не могут своих благословить на это создание семьи, но в светском обществе люди имеют право, однополые пары имеют право создать семью. Вот тут вообще это было длинное-длинное интервью, и там соединили два высказывания, которые были совершенно в разных местах и разных контекстах. Одно, то, что он сказал, пожалуйста, в качестве некоторого компромисса, что ли, если государство абсолютно намерено оформлять эти отношения юридически, то, пожалуйста, называйте это гражданскими союзами или как-то, но, пожалуйста, не называйте это браком. Это одно, что он сказал. То есть, это как бы какой-то компромисс, то есть, мы не будем воевать, если вы не нападете на наше понимание брака, именно супружества. Это одно, а вот другое, они имеют право быть в своей семье. Ну, как бы это что значит? Просто, если ребенок гей, его не надо выгонять из семьи, в этом смысле? Допустим, да, вот родители там в какой-то момент поняли, что сын гей, да, пожалуйста, не надо его выгонять. Вы согласны с такой точкой зрения? Ну, это специфика, собственно, сейчас я как-то, не знаю, вы меня призываете комментировать внутреннюю кухню католической церкви, высказывания. Это было довольно громко. Довольно громко, да. Ну что, я должен прокомментировать слова Папы в отношении католической церкви к однополым союзам. Ну, смотрите, католическая церковь присутствует в самых разных странах, вынуждена осуществлять свое служение при самых разных политических режимах, которые в той или иной степени более-менее толерантно относятся к вопросу однополых отношений. По большому счету, да, во-первых, я тоже знаю о том, что имел место монтаж, что высказывание Папы Франциска было искажено. А если же говорить в целом об отношении католической церкви к однополым союзам, то тут все вполне определенно браком признается только союз мужчины и женщины, поскольку только такой союз имеет под собой не просто библейские основания, а он имеет под собой как бы, знаете, бытийную, что ли, основу. В том смысле, что только союз мужчины и женщины может быть плодотворным. Ну, понятно. Что только от союза мужчины и женщины может родиться ребенок. У православной католической церкви в этом вопросе разногласия нет. А по большому счету, да. Если говорить по большому счету о произволе того или иного государства, когда государство стремится узаконить девиацию, ну, церковь имеет полное право сказать, что это ненормально, это греховно, это неправильно, но церковь отделена от государства, не может диктовать государству, как ему поступать. Но это не означает, что если государство принимает ту или иную норму, эта норма автоматически должна, во-первых, расцениваться как норма христианами и автоматически ими приниматься. А вообще вы можете не соглашаться с Папой Римским? Да. Да. Почти все время. Радостно сказать. Нет, это же так. Почти все время не согласны? Нет, лично я обычно согласен, бываю в чем-то не согласен, но безошибочно с Папой Римского она настолько узк или так редко проявляется, но там раз в 50 лет что ли, что все остальное. Поспорить с Папой святое дело, в общем, в каком-то смысле. В каком-то смысле бывает и нужно, да. А вы можете с Патриархом не соглашаться, отец Антоний? Ну, с точки зрения вероучения православной церкви, Патриарх, первенствующий епископ православной церкви не обладает какой-то безошибочностью. Патриарх, подобно любому другому человеку, имеет возможность ошибаться. Почему католиков в мире 1,3 миллиарда, а православных всего 200 миллионов? Там исторические причины, что католики в 15 веке, думаю, католиков и православных было более-менее одинаково. Не знаю, а вот потом произошло то, что Западная Европа распространилась по всему миру и что, ну, потому и вся Южная Америка, которая тогда была испанская, португальская, ну, и большинство католиков, в Африке очень много, восточной Азии, юго-восточной Азии, да, то есть это история в первую очередь 16 века, я бы сказал. А нельзя сказать, что, может быть, некий промысл Божий в том, что католиков вот так много и знак, что, пожалуйста, это истинный, это истинный путь, скорее. Ой, ну, видите, поиск различных знаков и знамений, такой путь довольно сомнительный. Здесь же можно вспомнить и слова Христова из Евангелия, не бойся, малое стадо. Ну, действительно, так вот сложились исторические обстоятельства, что, когда начался вот этот самый бум, такой колонизаторский, да, православные церкви находились в довольно непростом положении, потому что греческая церковь, собственно, вот африканская, ближневосточная церковь, антиохийская, иерусалимская, балканские церкви, все они находились под контролем Османской и Турецкой империи и не имели возможность активно проповедовать, распространять, собственно, православную веру в других религионах. Если говорить о русской церкви, то, сами понимаете, просторы нашей Родины, они огромные, тут бы с внутренней миссией, так сказать, справиться. А может быть, у католиков просто эффективнее миссия? Может быть, просто лучше справляться с словами Христа «идите, научите все народы»? Эффективнее, я бы не сказал, но что католическая церковь легче переходит границы национальности и так далее, я думаю, это по факту да. православная церковь, скажем так, православная церковь, русская, да, что-то делает, делала уже особенно с 19 века, что границы России могут быть и не границами миссии, да, вот в Японии, допустим, в Китае, в Юго-Восточной Азии, но это в католической церкви происходило намного масштабнее и намного дольше, уже с 15 века православной, но отец Антоний сказал правильно, что во многом и нельзя было фактически, да, вот, но я думаю, это очень важный пункт, что нация, государство, это не для церкви не критика. То есть католическая церковь легче преодолела какие-то границы и смогла пойти к какой-то новой земле, исследовать и проповедовать там, да, то есть есть ли какие-то неравные позиции, условия для православной католической церкви для проповедей? Вы бы сказали, кто эффективнее или нельзя так вообще судить? Ну, говорить об эффективности довольно сложно в отношении миссионерской деятельности. Чем измеряется эффективность? Есть прихода, есть верность. Количеством. Ну, вот видите, до революции действительно миссионерская деятельность русской церкви, она была очень активной. И богослужение, священное писание переводилось на национальные языки. Но вот революция начала 20 века во многом свернула всю эту миссионерскую деятельность и даже упразднила плоды этой деятельности. Потому что по большому счету китайская православная церковь, она существует во многом виртуально сегодня. Да, есть китайские, собственно, китайцы священнослужители, есть православные китайцы, но это не идет ни в какой сравнении с тем, что было до революции и прежде всего до китайской народной революции Мао-Цедуна. С наступлением времени вот, свободы сегодня православная церковь действительно пытается нарастить, что ли, да, вот этот темп миссионерской деятельности. Там довольно регулярно в новостях появляются сообщения о том, что изданные служебники для совершения богослужения на якутском языке, на монгольском языке. То есть, возможно, православных будет тоже полтора миллиарда скоро? Ну, двух вещей, но посмотрим, как оно будет. Один путь, конечно, что облегчит. Тут однозначно существование Папы Римского, скажем так, облегчает дело католической церкви, то есть быть международными нам в каком-то смысле легче благодаря этому, по факту. Потому что один глава, да? Потому что есть, кто посылает миссионеров. Ну, католическая церковь преодолела, да, это, безусловно, кризис, когда по Папой мог быть только итальянец. Да. Почему в православной церкви миряне причащаются и тело, и крови Христа, а в католической только тело? Опять же, это не совсем так. Это тоже только так в латинском мире, только на Западе. И там не закон, а традиция. Да, она сложилась давно, это было связано, ну, там разные причины. Одна из них, что просто боялись, что кровь Христа, она может потом упасть на землю или что-то еще. Поэтому боялись. И потом, да, это надо сказать, особенно со времен Лютера и реформации, что появилась такая позиция, католики, это те, которые принимают только тело Христово. И да, здесь есть такой клерикализм, что надо различать священники, они другого рода люди. То есть, священники и кровь тоже употребляют. Такое было, но этот запрет давно снят, но по-прежнему не принято, чтобы причащались и кровью Христа. Признаться, до пандемии здесь, в России, часто причащались и кровью Христа, но сейчас не видно, как это делать гигиенично, поэтому в каком-то смысле винулись. Но просто я слышал от православных, что посмотрите, что они делают, они не дают мирянам кровь Христа. Вы представляете, что это вообще такое? Как упрек опять же католикам? Ну, видите, католическая церковь, вот я соглашусь с отцом Штефаном, после Второго Ватиканского собора, проходившего в 60-е годы прошлого века, действительно сделала большой шаг в сторону того, чтобы вернуть своей Евхаристии вот в такую древнюю форму, чтобы чаша была доступна и мирянам тоже. Этот клирикализм, о котором от святого Штефана сказал, была предпринята попытка его преодолеть, что вот значит, для церкви учащей, для клира доступна Евхаристия в полной мере, а для церкви слушающей мирян только под одним видом. С точки зрения православной церкви, конечно же, священнослужители и условные миряне, это очень странное на самом деле именование миряне. Да, ну простите, я слышал, его в моей церкви. Да, то есть тут, наверное, можно было говорить нерукоположенные, что ли, да, или, ну, вот у греков, у них прочие, у них лайки, то есть те, кто не являются носителями сана. В литургическом смысле священнослужители и миряне абсолютно равны с точки зрения православной церкви, и Евхаристия в равной мере доступна в литургическом смысле и для одних, и для других. Видите, какой-то с Антонией реформатор, говорит, что надо другое слово употреблять. Это не, кстати, это не моя мысль, она заимствована у известного сербского богослова владыки Афанасьевтича. На православной литургии мы произносим следующее о мире всего мира, благостоянии святых божьих церквей и соединении всех Господу помолимся. Почему за тысячу лет католическая и православная церкви так и не воссоединились? От того, что особенно конфликт о Папе Римском нельзя было преодолеть. И это правда сложно. Я слышал когда-то, что по всем богословским вопросам как-то договариваются, находят компромиссы, а когда речь идет о власти, тогда никогда не получается. Не знаю, насколько это действительно так, но что вопрос действительно о том, кто такой Папа Римский, он сложен. Мой долг, это была самая длинная наша тематика. И думаю, если нужно со всем об этом договориться, при моей жизни я скорее всего этого не ожидаю. Мало ли, но Дух Святой это может всякое сделать. Почему так и не вы соединились, отец Антоний? Ну, потому что мы имеем дело действительно с двумя разными типами понимания, что такое все-таки церковь и кому принадлежит власть в церкви. Вот этот обширный римский, титул римского Папы, о том, что Папа есть премник Христа, премник Святого Петра, патриарх Запада, Примас Италии, архиепископ провинции Романи. Это не просто титул, это описание реальных властных полномочий, которые при сопоставлении вполне новым изложением, актуальным изложением, которое сама католическая церковь издала в формате катехизиса, и прям вот четко, по полочкам все изложено, там по большому счету после прочтения этого текста приходишь к выводу, что Папа есть католическая церковь, он как бы адсорбирует собой всю как бы природу церкви, и исторический опыт он показал, что вот это стержневое, так сказать, служение Папы в католической церкви, оно неминуемо приводит к по большому счету упразднению вот этих самых поместных, местных христианских общин, как по большому счету исчезла Миланская церковь, Венецианская церковь, Гальская церковь. Флорентийская уния попытка же была воссоединиться, почему это не получилось? Там, конечно, вся история, но я все-таки не соглашусь с отцом, что, как сказать, все-таки в церкви очень много и местного, и своих традиций, и разное, это правда, древние местные церкви, они сейчас такого роли не играют, но есть разные монашеские общины с очень разными традициями и так далее, и в каком-то смысле служение Папы Римского он как раз и гарант той многовидности. Например, в православии нет разных монашеских орденов, потому что, извините уж, Атец Антоний, я думаю, этому мешают епископы, которые, или хотя бы патриархи, которые держат монашество в своих руках в каком-то смысле, а вот Папа Римский гарантирует нам, иезуитам, автономию от епископов, и это гарантирует разнообразность католической церкви, поэтому, да, есть свои есть вот это разнообразие, отец Штефан говорит, фатализирует. Да, оно, безусловно, существует, но это, видите, это уже, как бы сказать, учет тех ошибок, которые были совершены до того. По большому счету, да, католическая церковь не стала совершать те ошибки, которые были совершены в первом тысячелетии. При развитии вот этой миссионерской деятельности в странах, условно, третьего мира, учитывалась национальная компонента, но при этом, при этом, когда речь заходит все-таки о том, как та или иная местная община может существовать, то только во второй половине XX века, по большому счету, хоть какая-то степень автономности она возникла. До того речь шла о том, что папа контролирует все слои жизни католической церкви, и его власть экстерриториальна. Была попытка воссоединения флорентийской унии в одном предложении, почему это не получилось? По политическим причинам. Вы согласны? Ну, я не согласна, может быть, соглашусь отчасти, но главную причину неудачи флорентийской унии я вижу в неприятии собственно всей полнотой православной церкви этой идеи о том, что православная церковь просто становится частью церкви католической, теперь находится в подчинении у папы. Это неприятие было основано как раз на принципиально ином понимании природы православной церкви. Последнее. Давайте все-таки поразмышляем. Есть же у вас, может быть, какие-то свои идеи, хотя, конечно, тысячу лет длится конфликт, и это все так и не получилось решить. Ну, как вот вам кажется, отец Штефан, что нужно сделать для того, чтобы православная католическая церковь воссоединилась? Ой, я, конечно, за православную церковь затрудняюсь ответить. Одно, думаю, что, во-первых, по факту действительно папе римскому нужно, потому что, я думаю, филиокве об этом, как сказать, это уже не такой принципиальный вопрос, но, что касается папы римского, да, что римские папы, они должны будут служить более скромно, не внешне, скажем так, но вот действительно своим служением подчеркивать совместное служение всей церкви, всех церквей, всех епископов, так это безусловно так, а православные церкви, на мой взгляд, все-таки призваны, я бы это так сказал, признать, что римские папы в каких-то случаях, римский папа имеет право на последнее слово, так мне кажется, если так будет, если так можно будет, то единство состоится. А вы как считаете, Антоний, что нужно сделать, что нужно предпринять нам? Ну, на самом деле, мы ведь обсудили не весь, так сказать, набор противоречий, который имеется в православной церкви, католической, безусловно, требуется, во-первых, избавиться от стереотипов и мифов в отношении друг к другу. Имея искреннее желание исполнить завет Христов, да будет все едино, нужно сесть за стол переговоров, собственно, эта попытка была сделана, отчасти успешная, в середине XX века был начат так называемый диалог любви между православием и католичеством в отношении некоторых вещей, в общем-то, удалось достигнуть взаимного понимания. Вот первое, это, значит, желание действительно достичь единства, потому что это главное, что должно быть. Второе, это желание говорить честно, избавляясь от клише, от стереотипов, от мифов, это желание говорить в хорошем смысле недипломатично, когда мы не пытаемся заретушировать, как-то замаскировать. что мы сегодня так и говорили. Да, говорить нелицеприятно. Ну и, конечно, так или иначе, краеугольным камнем преликновения является действительно папское служение. И здесь, собственно, православная церковь, она оставила по большому счету возможность для того, чтобы взаимное общение Востока и Запада, оно было восстановлено. Эта возможность у нас состоит в следующем. Вот смотрите, когда-то от общения с православной церковью отказались копты. Они избрали лисякопского патриарха, православная церковь поставила патриарха Александрийского, там же в Африке. Когда-то откололись от общения силийцы-нестеряне возник патриарх антиохийский православный. Но в Риме нет православного патриарха. Тем самым православная церковь как бы свидетельствует о том, что она ждет, когда же собственно вот это общение Востока и Запада оно будет восстановлено. Не замещает римского папу римским православным патриархом, а ждет того самого дня, когда католическая церковь переосмыслит действительно папское служение и вернется к общению с православной церковью. В той модели, что изложил отец Штефан, это возможно? Для вас она приемлема, что папа чуть поскромнее, а православные все-таки подчеркну, что последнее слово. Пускай... Ну ладно, все. Если говорить категориями Сардикийского собора середины четвертого века, который даровал папе полномочия третейского судьи в решении церковных конфликтов, в этом смысле последнее слово, то вполне возможно. Тут самое главное, чтобы сам глава католической церкви стал мыслить себя как одного из предстоятелей поместных церквей. Один из равных. Спасибо вам большое за этот разговор. А я бы на самом деле, знаете, алтарь сзади, я бы нам вместе с удовольствием гипотетически помолился, поучаствовал в общей службе. Может быть, кто-то скажет, что я экуминист, но я же не об этом, я о том, что единство на самом деле христианам и потребность в единстве, она естественна. Вопрос, каким путем мы его достигнем, и мы отчасти пытались это сегодня разобрать в нашей программе. Спасибо большое еще раз. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, я не экуминист, еще раз акцентирую на этом, если кому-то захочется меня так обозвать, дело не в этом, а просто в том, что все мы жаждем единства и искренне воспринимаем то, что происходит между нашими церквями уже тысячу лет как трагедию, потому что мы хотим быть вместе, вместе молиться, вместе служить Господу. Книжка, которую мы сегодня будем разыгрывать, священника Антония Борисова, вот он, отец Антоний, ловцы человеков, апостольские чтения воскресных праздничных дней. Одну мы подарим отцу Штефану, с вашего позволения. Спасибо. Да, чека там нет, если что. Чека нет. Вот. А вторую действительно нет, а вторую наш дорогой зритель вам ответьте на вопрос, что нужно предпринять для того, чтобы православная и католическая церкви воссоединились сегодня? Давайте поразмышляем, давайте подумаем, накидаем какие-то варианты, мозговой штурм. Хватит уже нам быть разделенными. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok